Добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах радиостанции ПЛНФМ в Пскове. Программа «Беседка» в студии ведущий Константин Клиниченко. Гость сегодняшнего эфира Вячеслав Демин, генеральный директор компании «Газресурс». Вячеслав Александрович, добрый день. Добрый день, Константин. Ну что, по традиции напоминаю, что слушаем нас на частоте 102,6 FM. Смотрим программу по видео на YouTube-канале ПЛНТВ в группе «Псковской ленты новостей» в ВКонтакте. Трансляция из студии и там, и там уже началась. Ну, а говорить мы сегодня будем, вот как заглавлен наш сегодняшний эфир, «Газ без опасности». Ну, мы все знаем, да, что газ — это, в общем, жизненно важный ресурс. Но, к сожалению, из-за неправильного обращения с газовыми приборами очень часто, ну, не очень часто, но бывает, да, случаются неприятности большего или меньшего масштаба. Вот будем говорить о правилах проведения технического обслуживания газовых приборов в домах и квартирах. Тут нужно сказать, что с 1 сентября, если не ошибаюсь, ну, вот сейчас Вячеслав меня там поправит, если я что-то неправильно буду говорить. Вот с 1 сентября вступили в силу поправки к федеральному закону о газоснабжении в Российской Федерации. Поговорим об этом, как правильно обслуживать домашние газовые приборы, как не попасть на уловки мошенников. Вот это очень важно, да, потому что все мы видим, что практически, наверное, на каждом подъезде сейчас висят объявления. Что-то все нам там предлагают проверить, обследовать. Вот мы тоже об этом будем говорить. Мошенничество это, ну, или действительно, собственно говоря, вот можно позвонить там по этим телефонам. Надо, не надо звонить. Обсудим этот момент. Ну, и в целом, конечно, познакомим сегодня с компанией «Газресурс». Что это за компания, чем она занимается, какие услуги на вот этом газовом рынке оказывает. Вячеслав Александрович, ну, давайте, собственно говоря, и начнем вот, да, с 1 сентября 2023 года. Вступили в силу поправки к федеральному закону о газоснабжении. Введены, насколько я понимаю, новые правила проведения технического обслуживания газовых приборов. В домах и квартирах, насколько я понимаю, как раз вот это газовое ТО, да? Это одно из направлений работы вашей компании «Газресурс». Да, действительно, это так. Это одно из направлений работы нашей компании. Компания существует уже 12 лет на рынке города Пскова и Псковской области. Основной наш вид деятельности – это транспортировка природного газа и транзит природного газа. Это техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах и в частных домах в том числе. Что касается наступления в силу с 1 сентября постановления, которое вносит изменения в федеральный закон о газоснабжении, они касаются не столько непосредственно технического обслуживания, то есть вида работ, которые осуществляются при техническом обслуживании, а они касаются, скажем так, некого упорядочения работы с газоотребительными организациями и непосредственными потребителями. А именно, с 1 сентября вступило в силу это постановление, которое гласит, что с 1 января 2024 года, с нового года, да, то бишь с нового года, та компания газораспределительная, которая обслуживает многоквартирный дом, она же и обслуживает квартиры в этом многоквартирном доме. До этого момента, до вступления в силу этого постановления, на рынке присутствовало большое количество специализированных организаций, которые обслуживали внутриквартирное газовое оборудование. Введено это изменение в большей части для того, чтобы, скажем так, упорядочить работу компании, а именно, чтобы одна компания обслуживала один дом, чтобы не получалось так, что, например, в одном доме работают 15 компаний, и не понимаешь, к кому обращаться, с кем работать, кому бежать со своей бедой. Что касается многоквартирных жилых домов, то потребители природного газа должны будут перезаключить договора до 1 января, до Нового года. Сделать это можно двумя способами. Первый – это обратиться непосредственно в газораспределительную организацию, прийти и подписать договор, позже, наверное, ногами, так сказать. Для этого, наверное, нужно понимать, какая именно газораспределительная компания обслуживает конкретный дом. Да. Действительно, на сегодняшний день на территории Псковской области существует две газораспределительные организации. Это «Газпром» газораспределения Псков и компания «Газресурс». Мы на данный момент определили зону эксплуатационной ответственности наших компаний. У нас мы работаем в плотном взаимодействии с «Газпром» газораспределения. У вас как бы поделен рынок, вы не воюете? Я бы не стал говорить, что мы поделили рынок. Нет, мы определили зоны эксплуатационной ответственности в соответствии с теми сетями, которые у нас есть. То есть у компании «Газресурс» на сегодняшний день порядка 160 километров своих газораспределительных сетей, у «Газпром» газораспределения свои газораспределительные сети. Соответственно, те дома, которые попадают в зону нашей ответственности, о них есть информация о «Газпром» газораспределении. Мы также обладаем информацией о том, какие дома попадают в их зону ответственности. Как я говорил, компаний всего две. Чтобы жителям можно было понять, относится их дом к компании «Газресурс» либо «Газпром» газораспределения Псков, достаточно будет зайти на наш сайт. Там размещен список адресов и домов, которые попадают в зону ответственности нашей компании. И понять, соответственно, к кому вам обращаться. Но если я правильно понял, то, грубо говоря, человек обратился в вашу компанию, а дом относится к «Газпрому» газораспределению. То есть вы просто переадресуете человеку, объясните, что ему нужно обращаться. И с той стороны, естественно, будет точно такая же реакция. Но это на самом деле здорово, что рынок вот так гармонично существует. Нет какой-то здесь, ну не знаю, нездоровой конкуренции, назовем это так. Здоровая, я надеюсь, она присутствует. Ну, я бы сказал так, что на сегодняшний день речь не идет о конкуренции. Речь идет больше о безопасности. Там, где речь идет о безопасности, скажем так, бизнес отходит немножко на второй план. Ну, вопрос, да, газа в домах, в квартирах, это, конечно, прежде всего вопрос безопасности, потому что, ну, мы знаем последствия, не хотелось бы, да, чтобы с ними кто-то столкнулся на практике. Вячеслав, ну, вот эта история, с которой сталкивается тоже, наверное, каждый житель там и нашего города, или любого другого города, на подъездах, у подъездов всегда висят объявления, и там предлагают разные практически всегда, там какие-то газовые услуги, назовем это так. Вот предлагают обратиться. Иногда эти объявления, скажем так, написаны в таком императивно запугивающем стиле, что есть ли там срочно необходимые, иногда предлагают бесплатно что-то там и так далее. Вот как на эти объявления реагировать? Тут мошенники это, или это просто люди, которые, может быть, там недобросовестно зарабатывают, или это такая форма конкуренции? Как реагировать на эти объявления? Ну, прежде всего, давайте говорить о следующем. Внутридомовое газовое оборудование многоквартирного жилого дома разделяется на две части. Это внутридомовое газовое оборудование общего пользования и внутриквартирное газовое оборудование. Ну, проще говоря, это внутриподъездные сети, это те сети, которые относятся к общедомовому имуществу. Это, грубо говоря, труба, которая идет... Да, это труба, стояки, вплоть до крана перед газоиспользованием оборудованием. Это все входит в состав общедомового имущества, за техническое обслуживание которого отвечает управляющая компания посредством заключения договора на обслуживание с газоиспользовательной организацией. Соответственно, когда у жильцов на информационных досках появляется объявление о том, что вам необходимо что-либо сделать, либо поставить какое-то дополнительное оборудование, либо провести техническое обслуживание, либо что-то перезаключить, первое, что должен сделать жилец, это обратиться в свою управляющую компанию и выяснить, да, действительно, эта компания является обслуживающей компанией на его доме. — То есть не суетитесь, не звоните сразу по указанным вот в этом объявлении телефоном, свяжитесь с вашей управляющей компанией, телефон, который, я думаю, всем прекрасно известен, тем более он есть там, скорее всего, тоже внизу на доске, и спросите, действительно ли это, грубо говоря, наши газовщики, или это какие-то, что называется, люди, которые, ну, возможно, мы не хотим никого обвинить, возможно, они тоже нормально в состоянии работать, но лучше, как говорится, не рисковать. — Да, действительно, да, действительно. И, обратившись в управляющую компанию, они получат полную информацию о том, кто обслуживает, в какие сроки обслуживает, и действительно ли это полномочная газопедная организация. — Вот эти изменения, которые вступают в силу с Нового года, вот на ваш, так сказать, экспертный взгляд, станет ли обслуживание внутри квартирного, прежде всего, конечно, газового оборудования более упорядоченным? Исчезли вот эти, вот, как вы говорите, там, 15 разных возможных структур. Сможет ли это избавить граждан от мошенников? Или это немножко о другом, так сказать? И тут упорядочение есть, но от мошенников мы, как говорится, окончательно не избавимся. — Ну, что касается мошенников, то действительно, они находят различные новые способы. И цель постановления, наверное, не столько оградить жителей от мошенников, сколько действительно внести порядок в проведение технического обслуживания и, скажем так, повысить ответственность газороспитных организаций за состояние газовых сетей на квартирных жилых домах. — Вообще, вот, мы периодически, вот, к нам приходят представители разных ресурсоснабжающих организаций, там, Гурводоканал, Теплосети, газовики редко к нам, реже, скажем так, заходят. И вот от, там, водоканала и Теплосетей мы постоянно слышим информацию об износе. То есть, износ, там, сетей, он такой-то, такой-то. Вот, по вашей оценке, состояние газовых сетей в плане износа, надежности, как бы вы оценили? — Ну, на сегодняшний день... — Есть ли основания вообще переживать на этот счет? — При своевременном плановом техническом обслуживании переживать не стоит. Да, сети во многом у нас, скажем так, длительного срока эксплуатации. Многие сети свыше сорока лет, свыше сорока лет, но сколько думаешь, столько и сетям. Опять же-таки, в рамках, я думаю, проведения того же капитального ремонта, который у нас существует, проводится замена в том числе и газовых сетей. Но на сегодняшний день, в принципе, скажем так, состояние сетей можно назвать удовлетворительным. — Ну, это, наверное, главное. Да, и, так сказать, успокаивающая нас новость. — Да. Дело в том, что в свое время, буквально где-то 2-3 года назад, была проведена кампания по диагностированию сетей. То есть, каждая управляющая кампания обязана была провести диагностику газовых сетей на предмет их дальнейшей эксплуатации. И, соответственно, получает либо положительное заключение дальнейшей эксплуатации, либо отрицательное, и проводит мероприятие по устранению замечаний. — А вот я тоже задам вопрос, который, наверное, многих волнует, потому что темы периодически в соцсетях, так сказать, вбрасываются, обсуждаются. — Ну, вот мы там, к нам пришел посмотреть газовое оборудование, что-то походил, посмотрел, там, это, спичку там зажег, газа нет, и ушел, какие-то там щита выставил. Ну, вот многие сталкиваются. Как вообще вот проводится диагностика газового оборудования? Как часто нужно ее, наверное, проводить? Что такое вообще вот грамотное, правильное ТО внутридомового, прежде всего, газового оборудования? — Ну, что касается работы остальных компаний, я вам не скажу. А что касается работы непосредственно... — За газоресурс, да. — Да, непосредственно за газоресурс поговорим. Значит, ну, во-первых, начнем с того, что периодичность технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования составляет один год. То есть не реже одного раза в год. Можно чаще, но не реже одного раза в год. Что касается непосредственно выполнения работы, что касается наших сотрудников, значит, есть минимальный набор работ по визуальному контролю. Также наши сотрудники посредством приборов, течеискателей, анимометров определяют утечки, определяют наличие тяги. — То есть какой-то, видимо, жесткий регламент. — Да, конечно, есть перечень работ непосредственно выполняемой. Это ни в коем случае, как вы сказали, спичкой что-то проверять и так далее. — Зажигалкой там. — Газеткой проверить, да, вентиляционный канал. Ни в коем случае. Нет. Все сотрудники наши аттестованы, обучены. Все сотрудники имеют удостоверение. Более того, мы у себя в компании ввели, для повышения качества обслуживания, ввели видеосъемку посредством видеорегистратора. То есть непосредственно видеорегистратор снимается, в каком состоянии оборудование, как проводится техническое обслуживание, чтобы в случае возникновения каких-либо спорных вопросов мы могли обратиться к видеоматериалам. Естественно, это все делается с согласия непосредственного абонента. А если абонент отказывается от видеосъемки, мы выключаем видеорегистратор. Соблюдаем право граждан. Ну и да, насколько я понимаю, закон о персональных данных, условно говоря, нужно согласие получить. Да, конечно. Но это согласие мы получаем на видео. Либо согласие, либо несогласие. Значит, обязательно, что делают наши сотрудники, проверяют режимы работы газового оборудования, будь то газовая колонка, будь то газовая плита, либо газовый котел независимо. Обязательно мы проверяем, наличие тяги есть или нет. Те утечки, которые обнаруживаются в момент проведения технического обслуживания, устраняются непосредственно на месте. Если требуется замена каких-либо запчастей оборудования, да, это делается, но уже не в рамках технического обслуживания, а в рамках ремонтных работ. Понятно, что если нужно заменить, там, грубо говоря, шланг, наверное, это можно сделать быстро. Если нужно менять котел, то, естественно, быстро. Да, либо, например, плата управления котла. Да, действительно, это займет определенное время. Но, опять же, мы все эти услуги предоставляем. Вячеслав, а вот разница есть какая-то в оборудовании? Ну, понятно, что у большинства людей там есть представление. Газовая плита, газовая колонка. Ну, вот в домах, может быть, или там в отдельных квартирах сейчас уже есть и газовые котлы. Есть какая-то разница в обслуживании? Или это регламент, грубо говоря, общий, ну, и практика обслуживания, она вот схожая? Регламент проведения технического обслуживания, он общий, скажем так, но все зависит непосредственно от оборудования. Для котла это один набор работ, он стандартный для всех видов котлов. Для газовой плиты тоже свой набор работ, для газовой колонки тоже свой набор работ. В принципе, они между собой схожи. В основном это все сводится к визуальному контролю и приборному контролю на предмет утечек газа. Это основная задача наша в момент проведения технического обслуживания. Плюс проверяется нормальная работа узлов агрегатов оборудования. Действительно, корректно ли они работают. Многие сейчас плиты, например, газовые оборудованы системой газ-контроль. То есть при заливе, например, выкипело у вас что-то там, борщ выкипело на блюдо. Да, и дай бог, конечно. Соответственно, автоматика срабатывает, отключает газ. Работает ли это, автоматика срабатывает, потому что человек может понадеяться на нее, а она в самый ответственный момент не сработает. Да, вот это понятно, что значительное количество там и в прежние времена было разных нехороших историй, да, когда выкипела вода, и дальше либо там пожар, либо там, ну, отравление, может быть, какие-то газом. Это все неприятно. Вячеслав, вот такой еще вопрос, поскольку вы сказали, да, что раз в год регламент, да, требует обслуживать. Что делать, если, ну, я вот не знаю, честно говоря, статистика у вас, она, наверное, есть, но мне кажется, что наши люди к этим вещам относятся, может быть, спустя рукава. Да, то есть не, ну, не желают, не пускают, там, не считают нужным, да, что там я понюхал, газом не пахнет, да, вот это же основной аргумент, там, носом повел, ну, вроде газом не пахнет. Газетку, да, вот опять же, приложил, ну, тяга есть, значит, все нормально. Что я буду вызывать газоресурс, да, они сейчас тут придут, что-нибудь, не дай бог, найдут, и мне придется ремонтировать. Есть ли какая-то ответственность за несвоевременное обслуживание, или это все у нас пока, так сказать, вот, добровольно все на ответственности граждан? Ответственность, конечно же, есть, о ней расскажу позже, но действительно затронули вы больную тему, это именно непопадание в квартиры. С ней сталкиваемся и мы, и наши коллеги из «Газпромгазораспределения Псков». Да, действительно, люди боятся открывать, либо считают, что это не столь важно, обслуживание газового оборудования по различным причинам, по различным причинам, относятся достаточно так, ну, легкомысленно, я бы сказал. В Москве говорят, знаешь, что перебил, это до сих пор старая история, там, «Мосгаз», да, для многих это все равно еще по-прежнему ассоциация с там, маньяк был, да, по-моему, так представлялся, да, люди боятся, да, до сих пор. Вот для того, чтобы люди не боялись, мы в своей компании как раз и ведем, скажем так, открытую политику, да, о нас можно посмотреть в любых интернет-источниках, на нашем сайте информация есть, о нас можно узнать от управляющей компании, которая непосредственно управляет вашим домом. то есть мы абсолютно подконтрольны и органам власти, и правоохранительным органам, то есть, ну, о нас знают. Ну, это то, что вот называется, я не знаю, может, не очень корректное будет словосочетание, но вот все, когда читают эти объявления, опять же, мы к ним возвращаемся, да, это правильные, неправильные газовщики, вот мы сейчас говорим о правильных газовщиках, официальных газовщиках, как бы мы это ни называли, то есть тут не надо, да, бояться, обращайтесь в газресурс. Кстати, к вопросу, так сказать, вот, обращений. Что делать, вот, ну, наверное, многие из нас, там, периодически сталкиваются с ситуацией, вот, чувствуется запах газа, или, может быть, понимаем, что неправильная работа газового прибора. Что делать, куда обращаться, какой тут порядок действий? Ну, порядок действий, он, скажем так, годами сформирован, а это единственное действие, звонить по 0,4. А 0,4 и на мобильном, наверное, какой-то, ну, в любом случае, 112, можно, конечно, набирать. Можно, да, можно набрать 112, да, значит, служба спасения наша. Да, набираете 0,4. Дело в чем, что у газоресурса, так же, как и у Газпром газораспределения, есть своя аварийная диспетчерская служба газовая. Между Газпром газораспределения Псков и газоресурсом на сегодняшний день существует соглашение о взаимодействии аварийных служб. Почему я в начале нашего разговора говорил о том, что мы обмениваемся информацией, мы знаем друг о друге, поэтому в любом случае звоните 0,4, если дом попадает в зону ответственности газоресурса, нам переведут этот звонок, либо звоните на наш аварийный телефон, 3,7, 0,40, круглосуточный. Так, все достаточно просто. Ну а если вот гражданин, там, радиослушатель, прослушав наш эфир, созрел до того, чтобы, так сказать, заказать себе обслуживание, после долгих лет не обслуживания, газового оборудования, куда ему обращаться, через управляющую компанию или напрямую какой-то способ есть? Есть два варианта, как я уже говорил. Первый вариант, это непосредственно к нам в офис, если дом подпадает под эксплуатационную зону ответственности нашей компании. Располагаемся мы на улице 128-й стрелковой дивизии, дом 6, это бывшее здание ДСК, напротив танка, все знают. Достаточно легко добраться. Четвертый этаж, абонентский отдел, вы приходите туда непосредственно с паспортом, с данными по установленному у вас оборудованию, с документами о собственности на квартиру и непосредственно заключаете договор на месте. Есть более удобный способ, мы сейчас прекрасно понимаем, что остался, грубо говоря, месяц до истечения срока по перезаключению договоров, и чтобы людей никуда не гонять, человек может спокойно зайти на сайт нашей компании, там есть раздел «Заключить договор на техническое обслуживание». Зайдя туда, вы заполняете абсолютно простую и понятную форму, нажимаете «Отправить», и вам на указанный вами электронный адрес приходит заполненный договор на техническое обслуживание внутриквартирного газооборудования. Далее, когда придет время проводить техническое обслуживание, мы приезжаем с этим договором и подписываем его непосредственно у потребителя на квартире. Как только клиент заполнил эту форму и отправил нам заявку, мы автоматически принимаем ответственность за этот адрес на себя. Данные о данном абоненте мы формируем в реестр и отправляем поставщику газа, чтобы у него была информация о наличии договора у данного абонента. То есть все официально, все прозрачно, и все, по-моему, очень-очень просто. Главное, потому что, на самом деле, не хочется иногда тратить время на какую-то бюрократию. Максимально, да, действительно простая, в общем, процедура. Ну, вопрос-то животрепещущий. Услуга-то, естественно, платная. Да, конечно. Примерный порядок цифр. Ну, основная масса квартир у нас это квартира с плитами, обслуживание газовой плиты раз в год 420 рублей. Вполне подъемная стоимость. Какие-то льготы, скидки, акции? Да, я понимаю. На сегодняшний момент, к сожалению, льгот нет, но мы работаем над этим вопросом. Думаем так, чтобы не обидеть, скажем так, остальных граждан. Я понимаю, что, да, есть, скажем так, социальная группа граждан, которым действительно необходимо оказать помощь и льготы. И мы готовы на это идти, но пока вопрос проработки. Ну, в любом случае, 420 в год, это, наверное... Вполне подъемная сумма. Подъемная сумма для ощущения собственной безопасности, прежде всего, и безопасности всего подъезда, как минимум. Да, действительно. Я хотел, кстати, бы вернуться к тому, что вы говорили, Константин, есть ли какие-либо там наказания, санкции в отношении тех, кто не заключил договора и не провел техническое обслуживание. Я бы хотел вопрос все-таки поставить немножко не так. Человек должен заключать договора на техническое обслуживание не из-за боязни санкций, а для того, чтобы обеспечить свою собственную безопасность и безопасность своих соседей. Как пример, стандартный квартирный дом, пятиподъездный, 15 квартир в подъезде. Все заключили договор, один не заключил. Не приведи Господь, случилась беда. Пострадают все. А по ТВ периодически можно видеть, это всегда, в общем, с этого часто начинаются новостные выпуски, не дай бог с этим столкнуться, вот как это выглядит, когда там от подъезда, не дай бог, ничего, как говорится, не остается. Да, и к сожалению, у наших граждан вот эта самоуверенность, она присутствует. Мы зачастую, и не только мы, наши коллеги тоже с этим постоянно сталкиваемся. Сталкиваемся о самовольной замене установки газовых колонок, а потом оказывается, что мы перепутали трубу с водой и с газом, соответственно, затопили газопровод целого многоквартирного дома, а еще когда эта прелесть происходит, например, в лютые морозы в зимний период. То есть, вот чтобы всего этого избежать, все-таки я убедительно прошу наших слушателей и потребителей природного газа обращаться к специалистам. Да, газ это все-таки такая вещь, с которой шутки, они, наверное, неуместны, мягко говоря, совершенно. Вячеслав, ну, в заключении, буквально несколько минут остается до конца у нас эфира, вот такой, не знаю, вопрос еще у меня, можно сказать, практически личный. Мы все ходим по городу, видим, стоят большие желтые ящики у нас, да, они так немножко огорожены. Если вдруг чувствуем запах газа около них, нужно ли как-то реагировать и нужно ли вот 0,4 набирать или проходить мимо, запах газа не должен нас волновать? Обязательно нужно реагировать, обязательно нужно звонить в аварийную службу газовую, 0,4, либо в нашу службу, либо по 112, но обязательно об этом надо информировать. Вы же обслуживаете не только частные, вот, так сказать, домовладения, но и организации одной из направлений работы компании «Газоресурс» это эксплуатация, проведение технического обслуживания газопроводов, газорегуляторных, если я правильно говорю, да, газорегуляторных пунктов и так далее. То есть, такие работы тоже выполняются. Да, действительно, мы обслуживаем порядка свыше, свыше 200 организаций на территории Пскова и Псковской области, также мы занимаемся эксплуатацией опасных производственных объектов, которые связаны непосредственно с эксплуатацией газового оборудования, плюс у нас мы обслуживаем свыше 160 километров сетей по территории Псковской области, у нас есть свое представительство в Великих Луках, большое количество организаций в Великих Луках мы обслуживаем, так что... В общем, серьезная компания. Последний вопрос. Опять же, посмотрел, что одной из задач компании «Газоресурс» названо внедрение технологии энергосбережения и безопасности газопотребления. Ну вот, все эти технологии, сбережения и так далее, они какие-то, вот нам кажется, что-то это западное такое, да, там, энергия ветра, солнце и так далее, экономия там, в том числе, вот они очень на газе любят экономить в последние несколько лет. Насколько это востребовано у нас? Есть ли тут какой-то, вот можно ли говорить о каком-то эффекте? Ну, давайте так, я переведу это на простой русский язык. Энергосбережение, да, энергоэффективность, то, о чем мы говорим, это прежде всего отсутствие утечек в сетях, да, то есть это наличие в исправном состоянии сетей, это утечки газа, ничего более. Ну да, тут все просто, я тут сразу вспоминаю других тоже представителей ИСУС, снабжающих организаций, когда вы говорите, все, смотрите, если у вас там холодно в доме, там, напор воды где-то, что-то платите слишком много, вам кажется, смотрите, смотрите за утечками, ну, а в случае с газом, это еще, конечно, и вопрос безопасности. Ну что ж, вот время нашего эфира завершается, 30 минут-то незаметно пролетели, много интересного я сам для себя сегодня узнал, приду домой, буду выяснять, когда последний раз-то, в общем, обслуживали газовое оборудование. Ну, а нашим радиослушателям напомню, что это был Вячеслав Демин, генеральный директор компании «Газресурс». Говорили мы сегодня, в общем, прежде всего, конечно же, об обслуживании домового газового оборудования, о том, как не попасть на, так сказать, уловки мошенников, что нужно делать, как, когда нужно делать. Обращайтесь в компанию «Газресурс». Сегодня мы выяснили то, что, в принципе, вам там все расскажут, помогут, ну, и обслужат ваше газовое оборудование. Вячеслав, спасибо, было очень информативно. Надеюсь, не последний раз мы в этой студии. Спасибо вам, Константин. До свидания. Продолжение следует...